Здравствуйте! Меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной выпуск из цикла «Об истории средних веков. Четвертый сезон», в котором мы говорим о странах Иберийского полуострова, Испании и Португалии. И в предыдущих выпусках я не раз говорил о королевстве Арагон и о том, что в позднем средневековье оно стало ведущей сезонорской державой. Если быть точным, то нужно вести речь не о королевстве Арагон, а об арагонской короне, которая далеко не то же самое, что королевство Арагон. И вот в этом выпуске мы детально разберемся в том, в чем отличие этих двух терминов и как происходило становление Арагонской короны. Но прежде чем перейти к этому выпуску, в который уже раз, напоминаю, что продолжается война, война, которую развязала путинская Россия против Украины. Началась она еще в 2014 году с захвата Крыма и части Донбасса, но 24 февраля 2022 года произошло полномасштабное обтрашение, которое длится по сей день. Мы становимся свидетелями очередных зверств путинских фашистов, в которых они превзошли гитлеровских нацистов уже. Это обнаружившаяся недавно концлагерь в Еленовке, где были казнены военнопленные, где были массовые избиения, издевательства, истязания, пытки над военнопленными, которых даже гитлеровцы не делали. И в этом отношении, конечно, Путин не только сравнялся с Гитлером, но и превзошел его по своему злодействию. И это надо четко понимать, это военное преступление, это, когда сравнивают с Гитлером, это даже хуже Гитлера уже. Но меня больше всего возмущает, когда это сравнивается с Средневековьем, потому что в Средневековье, в Западной Европе, по крайней мере, в Высокое Средневековье, о котором мы говорим, такого варварства не допускали. То есть, такого издевательства над пленными, истязания, там, калечения пленных, это можно себе было представить и в Византийской империи, или там в странах Ближнего Востока. Но в феодальных государствах Западной Европы все-таки такого уже не было. И в этом смысле это, конечно, Средневековье гораздо более гуманно и благородно, чем Путинская Россия. Это надо четко представлять. Ну, а я нахожусь достаточно далеко от зоны боевых действий, я покину свои родные места, я нахожусь в довольно безопасном месте, хотя, конечно, воздушные тревоги и обстрелы случаются здесь. Но, тем не менее, если у вас есть возможность и желание поддержать мой проект, присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patron. Patron.com, касая V-A-L, подчеркивание, K-H-O-K-H-L-O-V, подписывайтесь на мой канал YouTube World of Love. Переходим к, собственно, теме нашего выпуска. Арагонская корона – это собирательный термин, который изначально включал в себя два образования феодальных. Это Королевство Арагон и Графство Барселона. Они вошли в личную унию благодаря браку графа Раймунда Берингария IV и королевы Петра Милы, о чем мы говорили в прошлый раз. Затем к этим двум территориям добавились завоеванные земли Валенсии и Мурсии, Майорка. Потом, в XIII веке, также дом Барселоны правил в Провансе и Монтелье на юге нынешней Франции, а на вершине могущества Арагонской короны. В XIV веке в нее входили Сицилия, Сардиния, герцогство Афин и Неопатр в Греции, в Латинской Греции на тот момент. Хотя эти владения в Греции, а также Сардинию Арагон в XV веке потерял, но зато он приобрел на юге Италии Неопатринское королевство. Прошлый выпуск мы закончили, собственно, на смерти графа Барселоны Раймунда Берингария IV. Это 1162 год. Через два года, в 1164, отрекается от трона его вдова королевы Петра Нила и трона Арагона и Барселоны. Переходит их сыну Раймунду, который принял коронационное имя Альфонс II. Видимо, в честь своего дяди Альфонса I воителя. И первым большим делом молодого короля стало покорение Прованса. Дело в том, что там в 1166 году погиб его двоюродный брат Раймунд Берингарий II, граф Прованса. Его осталась дочь наследница Бульса II. Ее ранее выдавали за Раймунда, наследника графства Тулузы. Однако, поскольку более 20 лет Прованс и Тулуза вели между собой войну, то знать Прованс этому воспротивилась. И, воспользовавшись тем, о чем мы говорили в прошлый выпуск, это договоренность Раймунда Берингария IV и императора Флитриха Промборосы, а Прованс входил в королевство Арилат, которое было частью Священной Римской империи. На тот момент, соответственно, Альфонс II объявил графом себя сначала, потом своего младшего брата Петра, который принял имя Раймунд Берингарий III. И вот они выступили против Дульса и ее мужа. Первым на сторону Арагона перешел сеньор Монтелье. Ну, а затем и за ним последовала остальная знать Прованса. Дульса умерла в 1172 году и с 1173 года Раймунд Берингарий III общенько правил в Провансе единолично. Альфонс II в 70-х годах XI века прочно входит в союз с Кастилией. И этот союз был скреплен его браком с дочерью короля Кастилия Альфонса VIII. Ее звали Санча или Санктия. Этот союз был направлен как против мусульман, так и против короля Навара и Санктия VI. Хотя с Наваррой в 1168 году вроде как Арагон договорился о разделе сферы влияния в мусульманской мурции, которую еще предстояло завоевать. Но похоже, что через 11 лет, в 1179 году, в Кассоле был заключен другой договор с Кастилией. И Навара как-то выпала из игры, потому что Арагон с Кастилией поделили между собой мусульманские земли, которые предстояло завоевать, а Навару как-то отрезали от них. Ну и помимо этого Арагонс II также активно вмешивался в дела перенейских графств. Это Биарный, Бегор, которые признавали себя его вассалами, а графство Сердания и Русильон он вообще получил себе. Умер Арагонс II в 1194 году в Карпиньяне, как раз в графе Русильон. Наследовал корону его сын Петр II. Он был женат на дочери наследницы Монпелье, сеньора Монпелье, как раз того самого, который первым из провансской знати признал права Арагонса II. И вот благодаря этому браку с дочерью Сердия Русильона Монпелье, эта сеньория досталась Арагону. Петр признал себя вассалом Папы Иннокентия III. И в 1205 году Папа короновал его в Риме. Это первый король Арагона, которого так короновали. В 1212 году он принял участие в знаменитой битве при Лоснавос-Даталоса. Но вернувшись с этой победоносной войны, он обнаружил у себя при дворе графа Тулузы Раймунда VI, которого изгнали из своего родного графства кто? Симон де Монфор в ходе альбикойских войн, о которых мы говорили в первом сезоне, в общем-то изгнал графа Тулузы, а тот был женат на сестре Петра II. Он обратился за помощью к королю Арагона. И в 1213 году войско Арагона перешло перед ней. Петр его вел. Они прибыли в городку Мюрре. И Раймунд VI не советовал вступать в битву с Симоном де Монфором, а советовал измотать его армию. И вероятно он был прав, но король не прислушался к совету графа. И 12 сентября 1213 года он дал сражение Симону де Монфору при Мюрре. Войска Арагона были разгромлены, а сам король погиб в этой сражении. Корону Арагона наследовал малолетний сын Петра Иаков, или же, как его называют по-испански, Хайме. Но была проблема. Мальчик находился как раз у этого Симона де Монфора. Потому что еще в 1211 году, за год до вот этого инцидента с графом Тулузы, у Петра с Симоном была договоренность, что вот мальчика выдадут за дочь Симона де Монфора. И поэтому его отправили к будущему, к будущей семье. Ну вот, отношения расслабились. Битва. Король, отец, собственно, мальчик погиб. Мальчик в дворе врага. Но вмешивается папа Энекетий Третий. Он настаивает на том, чтобы мальчика Симона де Монфора оттал, под покровительство тамплиеров это произошло. Ренин там в Арагоне стал его двоюродный дедушка Санкти. Это младший брат покойного короля Альфонса Троу. Но Санкти сложит с себя регенство в 1218 году. Хотя я сильно сомневаюсь, что мальчик, которому 10 лет на тот момент, смог править самостоятельно. Он, скорее всего, был под большим влиянием снати. И прошло еще немало лет, прежде чем он принял на себя всю полноту власти. Это только вот к концу, наверное, 20-х годов 13-го века. Хотя совершеннолетним он мог быть признан и раньше. Потому что уже в 1221 году он вступил в брак с дочерью короля Кастиля, Альфонса VIII. Но вот все-таки где-то ближе к 1227 году он стал на самом деле править. Ему было уже где-то там 19 лет плюс-минус. И вот с этого начинается славное обравление этого великого короля. И первым его делом было покорение Балярских островов. 19 лет памятник. Ну, точнее, это позже произошло. Там 21 год. Ему это 1229 год. Он захватывает Майорку. Основывает там христианское королевство. Вскоре он захватывает и другие острова Архипелага. Минорка, Ибица. Но примерно тогда же, в 1231 году, умирает графиня Урхель. Урхель это графство там в Каталонии, недалеко от Барселоны. И Иаков претендовал на него. Но вдовцом был Петр Португальский. И Иаков с Петром договорились мирно. Петр уступает графству Урхель, а взамен получает Балиарские острова. Но у Петра не было наследников. И когда он в 1258 году умирает, то Балиарские острова, королевство Майорка, уже отходит короне Архипелага. В 1234 году умер король Навара с Санктией VII. Это последний из дома Хименес. И он завещал корону как раз Иакову Архипелагу. Но знать Навара была категорически против. Потому что Архипелагу с Напарой долгое время к тому времени уже были на ножах. И корону знать передала Теодебальду, графу Шампани, о чем мы говорили два выпуска назад. И после этого под некоторым ножем он сторонил папу Григория IX. Король Иапа был вынужден с этим согласиться. В итоге ему пришлось сконцентрироваться на реконкисте, на отвоевании мусульманских земель. В 1238 году большой успех. Ему удается взять Валенцию. И он объявляет о сознании христианского королевства Валенции. И оно также входит в состав короны Архипелага. Успехи реконкисты дальше приводят к тому, что в 1244 году заключается договор в Аль-Мисре. Это договор о разделении земель Аль-Андалуса между коронами Кастильи и Арагона. Помимо Испании, Иаков активно был вовлечен в дела нынешней Франции, но ее юга. Потому что, напомню, дом графа Барселоны имел большие права на Прованс. А также активно сидел Тулузия в ходе львовских войн. И даже, вроде бы, Тулуза там как-то признавала верховенство Арагона. Хотя она была феодом французской короны. Чтобы разрешить спор Франции и Арагона, король Иаков и король Франции Людовик IX святой заключили эпохальный договор в Карбере в 1258 году. Согласно этому договору, Иаков отказывался от всех возможных прав на Тулузу и прочие графства Лангедоки. Там целый и большой список, причем довольно серьезный графств. Оставят только сеньорию Монтелье. Также он отказывался от прав на графство Фуа. Хотя, впоследствии, графство Фуа не досталось французскому королю, потому что оно не было феодом Франции. Как-то вот такая странная ситуация с ним была. Кроме того, Иаков сказал, что не будет претендовать на Прованс. Который тогда был феодом, напомню, королевства Арилат, то есть Священной Римской империи. Там правила дочь Раймунда Берингария IV графини Маргарита. Она была как раз женой короля Франции Людовика Святого. Благодаря этому Франция смогла закупиться в Провансе. Вернее, правящий дом Франции. Что взамен получил Иаков? Людовик Святой, как феодальный сеньор Барселоны и испанской марки, отказывался от суверенных прав на эти территории и делал Иакова абсолютно независимым от себя владыкой испанской марки. Таким образом, в правлении Иаково была, с одной стороны, разорвана древняя связь между графствами в Каталонии и в Лангедоке, как вот такой наследницей еще без годов и годской марки. Также связь между Новым Барселоной и Провансом. И это позволило в конечном итоге Франции обвести ее нынешний юг, которого тогда капитинги не имели. А с другой стороны, она позволила Барселоне выйти из-под формальной зависимости от Франции и начать формирование, собственно, Средиземноморской империи, короны Арагона. Король Иаков продолжит свои завоевания в Испании в 1265 году. Он походил Аликанты в 1266 году в Мурсию. Кроме того, он активно был вовлечен в дела европейской политики, жених своего сына, наследника Петра, на дочери короля Сицилии Манфреда из дома Бога Штауфенов. И это сыграет важную роль в последующих событиях. Сам Иаков до конца своих дней был в военных походах и умер 27 июля 1276 года. Земли короны Арагона были разделены между двумя его сыновьями. Старший, упомянутый же Петр III, получил Барселону, Арагон, Валенцию, а младший Иаков II получил королевство Майорка, куда входили не только Болеарские острова, но также графство Руссильон и Сиория Монтельет. Король Петр III разорвал узы по своей независимости от Папы Римского, которые были установлены при Петре II. Это, как я считаю, было в контексте противостояния Пап и их союзников Карла Анжуйского с Гогенштауфенами, которые были родственниками Петра по жене, которая была наследницей. Собственно, дома Гогенштауфенов после казни Конрадина. Также Петр вступает в союз с королями Кастилии в Португалии, а его младший брат Иаков II признает себя вассалом Арагона. Последний из Гогенштауфенов, Конрадин, был казнен в 1268 году, после чего Карл Анжуйский, даже не после чего, он, по-моему, еще до того получил корону Сицилии от Папы, потому что Папы считали Сицилию своим фиотом. Ну, я отсылаю вас к первому сезону, где мы подробно говорили, как так произошло. И вот, прошло еще несколько лет, и в 1280 году Арагон начинает военное приготовление, готовит мощный флот, готовит десантные силы. И формально это было вроде бы как для того, чтобы покорить определенные земли в Тунисе и в Алжире. И даже в 1282 году там взяли город Аль-Койль, но параллельно с этим, 31 марта 1282 года, произошла знаменитая Сицилийская вечерня. Когда верные прошлой династии Гогенштауфена в Сицилии перерезали французские войска на острове, то есть войска Карл Анжуйского, а затем они отправили посольство к Петру Третьему, и король Арагона в августе того же года высаживается на Сицилии. Почему? Потому что по праву жены он претендует на ее корону. Ему удается быстро захватить остров, пользуется он поддержкой населения, затем он даже переправляется на материк, в Калабрию, и в начале 1283 года тесни из войска Карл Анжуйского. А Арагонский флот разбивает силы французов на море. Папа Римский был взбешен захватом Сицилии, который он считал своим феодом. Он отлучает Петра Третьего от церкви и передает землю Арагона Карлу де Валуа, сыну короля Франции. От него, кстати, пойдет королевская династия Валуа впоследствии от его сына Филиппа, который станет первым королем из дома Валуа. Так вот, брат Петра Третьего, Иапа Второй, король Майорки, присоединяется к врагам своего брата, выступает на стороне Папы. А ведь он был графом Русильона, а Русильон лежит между Лангедоком, между Тулузой и Барселоной. Соответственно, французы проходят через Русильон, проходят через один из переобвалов в Перемех, вторгаются в Каталонию и действуют довольно успешно. Они осаждают Херону. Но, впрочем, флот Арагона вновь разбивает силы Франции на море, и снабжение этих войск в Каталонии становится проблематичным, потому что они снабжались по морю. И французы были вынуждены начать отход обратно в Лангедок, а Петр Третий, он в союзе с королем Кастилии. И объединенные войска Арагона и Кастилии при отходе французов через Перемехи нападают на них и разбивают, и перебили они, в общем-то, французское войско очень сильно. После этого Петр Третий стал готовить экспедицию на Майорку, чтобы наказать своего мятешного брата Иакова Второго. Но в ходе подготовки этой экспедиции он погиб, точнее, умер в ноябре 1285 года. Война с Карлом Анжирским привела к существенным изменениям во внутренней политике в Арагоне. Петр Третий хотел заручиться поддержкой знати и горожан в этой войне и созвал кортасы в 1283 году, в Тарагоне. Но вместо поддержки получил обратную ситуацию. Знати и горожане образовали так называемую унью. Это своего рода союз против королевской власти. В итоге король вынужден был договариваться с этой унью, но ценой значительного сокращения своих полномочий. Был образован совет из представителей знати и городов, ну, то есть из представителей всех трех сословий. И без согласия этого совета король не имел права объявлять войну, заключать мир или вводить новые налоги. После смерти короля Петра Третьего, его сын Альфонс Третий получил корону Арагона, а корона Сицилии досталась второму сыну Иакову. Уния значительно ограничивала права молодого короля. А так ему удалось совершить начинание отца. Он завоевал Майорку, а затем Минорку. Но, тем не менее, французы все еще угрожают Арагону с севера, а также с запада, из Навары, уже уния Навары и Франции. А на стороне Арагона только король Англии Эдуард I, потому что даже король Кастилии Санкт-Петербург выступил на стороне Франции. Но король Англии пригрозил папе. Папа как бы пошел на компромисс. В 1291 году был заключен договор. Сицилия признается за Иаковом, братом Альфонса Третьего, но как вассалом папы. Однако в том же году, в 1291 году, король Альфонс Третий скоропостижно скончался. И это разрушило так, с трудом заключенный договор. Корону Арагона получает Иаков II, который до того был королем Сицилии. А королем Сицилии стал Третий их брат, младший Фридрих. По нумерации это Фридрих II, потому что Фридрих был до него, это Фридрих II император. Но как король Сицилии, тот был Фридрихом I. А вот этот Фридрих стал Фридрихом II, хотя иногда его называют Фридрихом III, чтобы не путать с императором Фридрихом II. Но тем не менее, по нумерации правильный он Фридрих II. Так вот, война с Францией возобновилась. Сам король Иаков с папой Бонифацием VIII заключили в итоге мир. Фридрих, по которому король Арагона отказывался от своих прав на Сицилию, и папа передавал этот остров Карлу Девалуа. В качестве компенсации Ака II получал Савдинию и Корсику, но правда их еще предстояло завоевать. Но жители Сицилии не согласились с этим решением. Они поддержали Фридриха II как своего короля и сумели оставить свое королевство. Вот против этого короля Фридриха выступила не только Франция, ну в Неаполе тогда были силы французов, это корол Девалуа, а также и король Арагона Яка II, брат Фридриха. С помощью флота, который раньше бил французов, теперь этот же флот выступил против Сицилии. Но Фридриху удалось отбиться. Он несколько раз разбивал силы французов и в 1302 году был таки призван королем Сицилии. Все, папа уже с этим согласился. И это развязало руки его брату, королю Арагона Якову II, который теперь мог уже сфокусироваться на завоевании Сицилии и Корсике. И они таки были похоронены в 1323-1324 годах. В то же самое время, по завершении войн Арагона и Франции, образовалось несколько очень сильных таких дружин наемников. И в их числе знаменитая каталонская компания. И в начале 14 века они принимали участие в войнах в Греции и Малой Азии. Мы об этом говорили в выпуске 31 первого сезона. По результатам деятельности этих наемников корона Арагона получила номинально афинское герцогство, хотя там правили фактически наемники. Кроме того, король Арагона активно был вовлечен в политические перипетии испанские, ну, костильские. Где боролись представители дома Серда, Энфант Хиоан и король Альконс-11. Ну, мы об этом подробнее говорили в выпуске номер 9 этого сезона. Иаков II умер в 1327 году и трон Арагона перешел к Альконсу IV. Ранее этот принц пославился тем, что в его правлении отца, вернее, сумел завоевать как раз Сардинию и Корсику. Ну, как король он продолжал борьбу за Сардинию, дело в том, что боролся он с морской державой, республикой Пиза, которая была третьей, ну, такой сильной морской республикой на то время. Но правил король этот недолго, он умер в 1335 году. Вообще он собирался в очередной раз разделить владение Арагонской короны, отдав, собственно, Арагон Петру, старшему сыну, а второму сыну, Фердинанду, отдать Валенцию. Но знать Валенции не захотела Фердинанда и не захотела делить королевство. Итак, в 1335 году все владения отца получают его старший сын Петов IV. Он был жестоким и коварным человеком, чем-то он был похож этим на своего современника и тезку короля Кастилии Петра жестокого. Но Петру IV повезло больше, чем его тезке. Он сумел справиться с представителями знати. Он успешно боролся с политическим наследием своих предков, с этой унией, которая ограничивала власть короля. И в 1339 году Петр IV начал сложную интригу против тогдашнего короля Майорки Якова III. Это внук вот того самого Якова II, который речисла выше. Они были с Петром дальние родственники, но тем не менее очень уже далекими. И хотя Майорка формально числилась в составе вассалов Арагонской короны, Яков правил независимо. Так или иначе, в результате интриг Петр IV получил повод лишить Якова Феода. Примерно так же, как Филипп Август, там добивался лишения Феода в короле Англии Иоанна Безземельного. Там были очень сложные такие интриги. Повод был получен. Арагонские войска высаживаются на Балиарских островах и захватывают их в 1344 году. А при попытке отвоевать свое королевство Яков III погиб. В Испании Петр IV поддерживал Генриха де Трастамару против короля Кастилия и Петра Жестокого. Мы об этом говорили в этом сезоне уже довольно подробно. Неоднократно были вооружены конфликты между Кастилией и Арагоном. Причем Арагону больше доставалось от Кастилии, которая была более сильной державой. Но тем не менее, Петр Жестокий был убит. Генрих де Трастамара приходит к власти и, конечно, он благодарен королю Арагона, который его поддерживал. Он с ним замирился. И Петр IV выдал свою дочь Элеонору за наследника Генриха, которого звали Иоанн. Именно этот брак позволит через полвека их сыну Фердинанду из дома Трастамара получить корону Арагона. Потому что в 1410 году пресечется мужская линия потомков графа Барселоны Вифрода Волосатого. Два сына Петра IV умрут, не оставив в свою очередь сыновей. И таким образом престол Корона Арагона перейдет в дому Трастамара. Вот, в общем-то, все основное об истории Короны Арагона в Высоком Средневековье. О том, как произошло становление этой мощной средиземноморской державы. И о том, к чему она пришла на середину XIV века. На конец Высокого Средневековья. Этим мы завершаем, собственно, испанский блог. Я благодарю Вас за внимание. Мы еще поговорим о Португалии. И мы поговорим об историческом контексте этих земель. А Вас я прошу подписываться, присоединяться к моему сообществу на сайте Patron. Patron.com.k-s-i-a-l подчеркивание k-h-o-k-h-l-o-i. Подписываться на мой канал YouTube VFLOV и оставаться на моем канале. На нем будут следующие выпуски этого цикла. Так что будет еще много интересного. С вами я сегодня прощаюсь. До свидания. До новых встреч.